Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Студия Мария Кожевникова. Здравствуйте. Более 6 тысяч жителей Кировской области перестали получать зарплату в конверте. По данным областного правительства, число легализованных трудовых отношений выросло на 13% по сравнению с прошлым годом. По областной службе занятости напомнили, что у работников, которые не оформлены официально, не идет трудовой стаж. Кроме того, есть риски остаться без оплачиваемого отпуска, больничного и лишиться социальных гарантий. Но даже при официальном трудоустройстве стоит убедиться, что работодатель платит за вас страховые взносы. Сделать это можно в личном кабинете на сайте Фонда пенсионного и социального страхования России. «Экономика». Треть Кировчан считает, что выходных и праздников должно быть больше. Таковы результаты опроса проведенного службой исследований «Хэдхантер». Чуть больше половины опрошенных Кировчан, 54%, считают, что сейчас официальных выходных и праздничных дней вполне достаточно. А вот 33% уверены, что таких дней должно быть больше. Обратного мнения придерживаются только 3% участников опроса. Они считают, что праздников в России и так слишком много, и было бы хорошо сократить их число. Остальные 10% жителей региона говорят, что им все равно, так как они работают по сменному графику. Интересно, что мужчины в два раза чаще женщин считают, что выходных дней должно быть меньше. Что касается возраста, то среди молодежи за сокращение выходных выступает лишь 1%, а среди людей зрелого возраста – в 10 раз больше. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Размещение на маркетплейсе – путь к росту, продаж и доходности. Как оценить, достигли ли вы этих целей? Или новый рынок сбыта портит вашу экономику? Нужен учет, источник реальных данных, причем настроенный с учетом особенностей работы с онлайн-платформами, советует руководитель компании «Бухгалтерия» Татьяна Максимчук. Вы в некой информационной системе учитываете приход товара, передачу маркетплейсу. С маркетплейса вам нужно загрузить данные о выручке и стоимость закупа того товара, который вы продали. В том случае, если вы не озаботились ведением учета товаров на маркетплейсе, соответственно, не знаете, какая у вас ушла себестоимость товара при его продаже, сколько у вас получается прибыльность, то, соответственно, у вас нет учета, вы живете в мире иллюзий. Если вы хотите грамотно организовать учет операций на маркетплейсе, запишитесь на консультацию к специалистам бухгалтерской компании, которые уже 13 лет сопровождают бизнес на рынке Кирова в разных сферах и во времена разной сложности. Бухгалтеры, я, телефон 213-112. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика»